Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 103. Мы насчитываем Новый Завет. Никита Колесников считает. Это у нас второе издание Нового Завета. Трехтомник по 752 странице. И толкование Блаженного Фефилакта. Это впервые за 2000 лет вышло вот такое издание, чтобы это по порядку идет, с толкованием откровения одновременно. Очень большое толкование по всем святым отцам. И здесь же у нас раскрашены лучший иллюстратор Библии Гюстав Доре. 230 иллюстраций, а всего 240. Здесь есть классики. Вот как. Мы потратили много времени на это. Работал коллектив целый. Но Бог позволил издать. И 297 комментариев. Так, поехали. Номер 103. А впереди, прочитай, вот что написано было. Некоростолюбец. Епископ. Это КТУ 1.7. Некоростолюбец. То есть показывающий великое презрение к богатству. Епископ должен быть великое презрение. Богатство знать не хочу. Где? Меня спрашивает священник из России. И говорит. Вы хоть одного епископа знаете, который был бы некоростолюбец, который не делал бы поборы, когда едет. Возит с собой команды. И все это угостил, все, да, и дальше налоги. Я говорю, знаю. Что? В патриархии у нас? Я говорю, не в патриархии. Мы к русской православной зарубежной церкви. Епископ Евтихий Курочкин. Пока он живой, обратите внимание, как он живет. У него апостольская нестяжательность. Вот и все. Я не просто его знаю. Мы вместе с ним пасли овец и на соломе валялись. Лежали с соломи, целый день беседовали. И неоднократно. 13 лет у нас был епископом. С нами пил и ел и спал. Я его знаю. Некоростолюбец. Дальше. Так. В епископе всякая стяжательность, даже и праведная, срамна. Какая она праведная стяжательность? Ну, не знаю. Срам. И дальше. Титут 1.8. Не странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Толкование феофилакта. Не только не получать прибыль, но и все раздать странникам. Любящий добро. Так называют апостол кроткого, умеренного и независливого. Целомудрен, то есть чист. Справедлив, нелицеприятен в отношении к людям. Благочестив, то есть благоговейный ко всему божественному, не опускающий ничего в отношении к Богу. Воздержанному не только в пище, но и на язык. Руки и постыдные взоры, ибо в том и состоит истинное воздержание. Ну, понимаешь, выходит, показывает какой-то там Бурятский, Лан-Удэ, или где епископ. Ну, видно, что молодой. И, кажется, введение во храм Богородицы было недавно. А нам один священник говорит, посмотрите, я посмотрел, он стоит. Вы воины, там где-то на заставе или где, вот, с праздником вас. Постоял маленько. Да, Богородица, вот то, другое. С праздником вас, родных ваших, близких ваших. И опять, о погоде опять, да, с праздником вас. У него ничего нет, он совершенно опустошенный. Его не надо выпускать. Немедленно оттуда убирать его надо. И он теперь стоит и перед народом пыжится. Это не гордость, не тщеславие. У него сказать нечего, он опустошенный. Или с похмелья с глубокого, даже не знаю. Я поверил, да не епископ, может, просто ряженый какой-то, как казаки. Нет, епископ, посмотрел. Да как же перед народом-то вышел-то? И главное, капельную даю. Да можно сказать-то, бросить такое слово, чтобы грохотало и пылало все вокруг. Блудницы, пьяницы вокруг тебя стоят, убийцы. Ну скажи им слово о Суде Божьем хотя бы. Не слово. Ну скажи слово Библии, Христос произнеси. Нету. А кто, пираты захватили корабль? Я один раз его увидел, а подойдешь к нему под благословение, надо бы, да не лежит душа. Не лежит. Что говорить-то? Признаете благодатным? Да, признаю. Мне один, Егуменный говорит, у вас какая-то раздвоенность. Я говорю, не раздвоенность, а расстроенность. Это я абсолютно точно вам докажу. Почему? Потому что одно дело послушание, а другое дело видеть истину и говорить о ней. Титул 1.9. Держащиеся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Толкование. Вместо заботящейся, пекущейся об этом деле. Истинного или преподанного посредством веры, а не посредством умствования. Поэтому и сказал, согласно с учением, показывая, что он мог учить и без внешней мудрости. Не в торжественность выражений нужна, а опытность в писаниях и сила в мыслях. Ибо такое только учение будет иметь успех, как и учение самого Павла, чтобы как своих охранял и укреплял, так и врагов отражал. Ибо кто не силен ни с врагами бороться, ни пленять, всякий разум в послушании Христу ни своих утешать, вразумлять и утверждать, тот лжеепископ. Другие добродетели можно находить и в подчиненных, как то странолюбие, здравомыслие и прочее. То есть, если по этим признакам лжеепископ, да тогда и настоящего никого и нету, какая же планка-то как поднята? Считай, это дать словным блаженным, как и лактам. Ибо кто не силен ни с врагами бороться и пленять всякий разум в послушании Христу, ни своих утешать, вразумлять и утверждать, тот лжеепископ. На кого он будет утешать? Он и не знает никого. У него там колючая проволока и собаки по двору. У нас один работал здесь, в епархии Новосибирска. Он только за собаками ухаживал. Сколько собак там выпускают? Ну и... Я говорю, ну и как, бывает, что нападение? Да нет. А там наша сестра еще работала в бухгалтерии. А он стоит, этот Саша, здоровый, крепкий парень, как вот Кличко Виталий. И в это время одна пришла, я вот епископу принесла, епископу принесла варь его свое, вот так вот, как ей в лоб дал, говорит. Это бабки там, он такой щелк раздался, говорит, по двору. Я не знаю, то ли у нее там пузырь лопнул или еще что-то. Пошла отсюда, вон, к епископу. Ну и вытворил ее бабку эту. Я, говорит, удивился. Он много лет там был, и никак не стали священники. Куда-то он в другую епархию переехал, и там его поставили. Это батюшка теперь. Ну давай. Другие добродетели можно находить и в подчиненных, как то странолюбие, здравомыслие и прочее. Но что более всего характеризует епископа, это учительство. И о чем он говорит? Всегда от Адама начинает и говорит парадословно. И больше ничего нету. И он не видит ни беды какие. Выходит и говорит, боголюбивая алтайская паства. Какая она боголюбивая? Ну ты посмотри, разводов сколько. Варье сплошное. Ну маленько-то стряхни. А бабки платочки разбрасывает. Он на них если наступил, да еще если у него там пол грязный был, отпечаток был, это как стопочка Божьей Матери. Целуют. Ну посмотрите, что делается-то. Ну маленько гляньте только. Привезли икону здесь. Она Карабенниковская, село Карабенниково, там монастырь. Икону нашли. Она была где-то в складах, сохранилась. А потом была она где-то на полу. По ней шагали, но она обратной стороной была. А теперь там такой ажиотаж. Это не то, что там пиар. И маленькую какую-то сделали, как коляску сзади машины. Ее поставили вертикально. Растянули. И священник рядом сел и держит ее, и по городу едут. Представьте, маленькая Карабушка, натянутая на веревках, доска стоит. Люди-то и не верят, что и священник. Привезли в барнаул. Поставили икону. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Сестря наша Татьяна получше, благодарит Бога. Теперь поставили эту икону, и успели издать типографию, заказать. Маленькие иконки бумажные тут же продаются. Киоско 3, прям внутри церкви, прям при входе. Это иконы, копия. И теперь каждый подходит, священник высокий, ростом стоит, его иконки подают. Я сейчас не знаю, один или два. И он берет каждую эту маленькую иконку и натирает по той иконе, энергетику снимает. Как? Григорий Паламов. Даже не изыщество уже, а. Запредельно далекое. И колдовство, и все совместилось вместе. И каждый год туда крестные ходы идут. Толкнули людей, идите. А людей-то много было. Да знаете, как шли, сколько километров люди. Летел вертолет и не понял. Видимо, подумал, что Китай напал. И спустились, вертолетчики спросили, что случилось в Барнауле. Да ничего, к Богу. Они стоят, глазами хлопают летчики. О, как мы удивили, это уже благовестие. Все, что на пути, лесополосы, все загажено. Я говорю, а где ты такой-то? Да говорить даже страшно. Что делается? И дорогой там где-то причаститься, на месте вернулись домой. Что? Ничего, мозоли сейчас отмачивают. Кто же это повелел делать? Кучей собрать и толкнуть. Когда идите, подвои благовествуйте. Идите и рассказывайте. Вы кому-то рассказывали, где? Ну, когда шли? Да нет, каждый о своих делах где говорит. Там поют, да ну первые дни, первый шаг идут. Это несколько дней. Палатки, машины едут. Скорая помощь, там, говорит, реанимация. Это, понимаете, такие комедии устроили. Да где тут Бог? Где вера? Где православие? Здесь ничего нету. Это совершенно новая религия, не Христос. Слово Христос, Библия вообще как под запретом. Не веришь в это? Ты открой церковный журнал. Они публикуют это, это именно наш. И ты увидишь, и там люди очень грамотные пишут. Там есть что послушать. Но нету ни о Христе, ни о Библии. И вернулись, лошадь стали. А чего ради? Вы очищены через слово, Господь говорит. Вот почему сектанты в нравственном отношении несравненно выше православных. Они еретики, сектанты. Но они Библию считают. И Библия их очищает. Вперед. Комментарий Игнатия Лапкина. В любом деле, в любой профессии, практика и опыт при приеме на работу имеют наиважнейшее значение. По этому же принципу, обращая внимание на опытность в деле проповеди, опытность в писании и силу в мыслях, должно бы принимать на служение пасторя. А сегодня главное внимание архиерец обращает только на то, как тот может совершать богослужения и требы, собирать деньги и отчислять епархию. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего с вышеуказанными словами Павла и Феофилакта. И фактически есть новый опыт во вновь созданной религии. Ничего общего, не имеющий с православием, которому послужили истолкователи священного писания. Иоанн Златоуст говорит о необходимости тщательно исследовать писание. Кавычки открыты. Все мы, неродящие, о чтении писаний терпим от этого вред и оскудение. В самом деле... Неродящие. То есть это... Которые не заботятся о чтении писаний. В самом деле, как мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым нужно приводить их в благоустройство. Вот это да. Дальше открыты кавычки. Нужно тщательное исследование. Нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть святилище Слова Божия. Дальше. Будем исследовать... Это святилище Слова Божия. Вот как называется. Не алтарь, а святилище войти в Святую Библию. Это святилище. Будем исследовать писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для душ голод. Будем усердны к писаниям, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром. Преподобный Симеон Новый Богослов. Говорит. Все божественное писание, ветхое и новое, ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному врачу души телес наших. Кто остается непричастным его божественной благодати, тот остается и неисцеленным. А кто причащается его благодати, у того душа перестает быть больной. И главное, и слово Симеон Нового Богослова в Библии называют, в Священном Писании. И имя Христа помянул, и Златоуст говорит это. Сегодня-то нет этого. Слово Писания, священное, выступает патриарх там где-то в Думе. В Думе. И о чем говорит? О канализации проводить, да что это, завхоз пришел какой. Чин-то какой, патриарх. Ваше святейшее святейшество, как к нему обращаются. И ни слова нигде, ни о Христе, ни о Писании. А зачем он выступал, я так и не понял. Пошли. Титу 1.10. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Толкование. Особенно изобрезанных православных. Он указал на корень всех зол непокорность. Так как непокорный не хочет состоять под начальством, а наскакивает, чтобы начальствовать над другими. Наскакивает. Выражение какое, ну интересно. То есть он везде что-то охота порулить, а ничего не знает. Очевидно, ничему здравому и правому не научился, потому что не хотел снести, чтобы его учили. Вот надо снести, это Игорь тебя учит. А зачем это? Отвернусь, не буду, пойду тем, которые позволяют учить. А что учить, так она не знаешь еще. Прельщающий себя и других есть суе слов и умопрещенный. Вот слова какие. Суе слов и умопрещенный. Это найди, где еще, у кого сказано. Это солью слово. Особенно изобрезанных. Их и Господь укорял в любоначалии. Потому что они не оставили этого недуга и после того, как уверовали. Титул 1.11. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, учащему не должно, из постыдной корысти. Вот так. Должно заграждать уста. Так я свободен. Бог свободу не отнимает. Заграждай уста его поганые. Заграждай. Какой силой? Силой, которую Божьей, крестным знаменем, как угодно. Почему? А дальше говорит еще. Целые домы развращают. Но это же было всегда. Это не сегодня только. Но как свобода? Какая свобода? Свобода для спасения дана, а не для погибели. Ты свободен выбрать. Зачем ты развращаешь? Развращаешь целые домы. Но это на сегодняшний день ты прими. Не только в этом деле, в другом. Где-то всякая ложь у человека развращается. И он, как мерзкое насекомое, ищет трупы. Как Антоний Храповицкий говорит. Толкование. То есть сильно обличать, чтобы замыкались у них уста. Так обличи его, чтобы он больше рта не раскрыл. Замыкались. А что пользы, когда они из непокорящихся истине? Для них... Никакой пользы. А что за пользы? Да. Никакой. Но полезно это для тех, которых они могут развратить, если епископ будет молчать. За развращение их сам епископ даст ответ. А, в домашних условиях каждый отвечает за свой дом. Посему таким нужно заграждать уста. Если не можешь, не будь епископом. Если не можешь, не лгать, не будь христианином. Сразу отрекись. Видишь, что значит непокорность в связи с сребролюбием и постыдной корыстью? Страшный внедуг. Как они развращают домы? Они рычаги в руках дьявола, посредством которых он разрушает домы Божие. И главное, дьявола скажешь, как они сразу отрекись. Какой дьявол? Я говорю, ну в уста вошел. Ну все, вы верите, что дьявол есть? И дьявола нет, как Валант говорит. Вот, засмеялся. А вон дьявола стоит перед ними. В руках дьявола. Рычаги лживые. Титу 1, 12, 13. Из них же самих один стихотворец сказал. Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По всей причине облегчая их строго, дабы они были здравы в вере. Откуда он взял критяне всегда лживые? Какой-то эпиктет или кто писатель? Значит, Павел знал литературу. Светская литература. А на Крите был он, да? А критяне всегда лживые. Он знает о них. Всегда лжецы. Злые звери, утробы ленивые. Ну, Пржевальский, когда был у киргизов, дал характеристику. Народ какой? Мелкий и вороватый. И они ему простить никогда по сегодняшний день. Мелкий, вороватый, все тащат где-то. Исследователь. Пустынь везде, Пржевальский ездил. Толкование. Спрашивается, почему он привел свидетельство из греческих писателей и одобрил его, хотя оно несправедливо. Да и кто это сказал? Правда сказал Епименид. Да. Более всех греческих мудрецов, занимавшиеся предсказаниями и умилостивлением богов и славившиеся благодетельным даром прорицания. Видите, какое? Однако, он его берет. От кого берет? Слова правильные мы берем отовсюду, говорит. Он действительно, когда увидел, что кретяне воздвигли гробницу Зевсу и стали почитать его как какого-нибудь человека, как бы ревнуя о славе отечественного бога, составил следующее обращение к Зевсу. Будучи таким-то и таким-то, кретяне воздвиглись к тебе гробницу. Между тем ты не умер, ты всегда живешь. Этому изречению Павел дает теперь свидетельство истины. Как же он делает это? Ведь если сказано истинно, значит Зевс бессмертен. Нет, не на это апостол обратил внимание, говоря, что свидетельство истина, но на то, что Эпименид назвал кретяну с жилцами и прочее. То есть, остановление берет, как будто он не говорил. Когда сегодня делаешь, а что вы вырываете отдельно? Что вырывать-то? Христос приводит отдельное место Писания и сказал... Так... Их собственных свидетельств они лучше могут убедиться. Подобным образом и с саудеями он говорит на основании пророков, а не на основании Евангелий. Так поступает и Бог, привлекая к себе каждого привычным и верным для него путем. Так волхвов посредством звезды. Матфея 2 глава. Саула через волшебницу, 1 царство, 18 глава. Так, как тот верил ей. А гадатели через животных коров, ввесших кивот. И это не значит, что языческие гадатели говорят правду. Напротив, он облечает их их же устами. И в Аллаху Бог дозволяет благословлять и пророчествовать. Числа 23-24. Ибо обычно всегда оказывается нисхождение для нашей пользы. Почему же Христос и Павел запрещали демонам говорить и свидетельствовать? Потому что достаточно было знамений, чтобы верить, и Христос сам проповедовал о себе. И этого было достаточно. То есть это лжицы говорят даже иногда правду, и не разрешать говорить им. Притом демонам не воздавалось поклонение, а идол не сам вещал. Поэтому бесам и запрещалось говорить. Так как они, говорит лжицы, что объясняется их коварством, и чревоугодливы, то для них нужно сильное и обличительное слово, ибо кротость для них бесполезна. Бесполезно кротко разговаривать. А ты гневаешься, а ты гневаешься. Вот сатана. Как тот, кто укоряет кроткого человека губить его, так и тот, кто льстит бесстыдному человеку, портить его, не давая ему узнать себя самого. Вот поэтому и нужно говорить так, чтобы он понял это. Здесь, говорит апостол, не чужих должно обличать, а своих. Своих, для того, чтобы сохранить их, не дать погибнуть. Но так как опыта работы с людьми нет, они все это видят в своем свете. Титу 1.14. Не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Толкование. Не внимая, не слушая. Почему? Зараза. Зараза. Для этих, как мерзкому насекомому, труд нужен. Итак, здравие состоит в том, чтобы не вводить ничего ложного. Ничего ложного. Не только поверь, а вообще ничего ложного. Самая маленькая ложь от сатаны. Дьявол залез в рот. Ничего чуждого в вере, подобно как подчинить себя закону, не значит смело уповать на веру, что ее достаточно, чтобы спастись. Ибо немаловажная ошибка это. Иудейские обычаи вдвойне басни. И потому что они несвоевременные и совершенно бесполезные, и потому что внимать им вредно. Итак, как басням не должны верить, так и им. Конечно, святые книги Ветхого Завета, правильно понимаемые не суть басни. Не суть басни. Басни. Не суть ба, и дальше не слышно ничего. Да и как это может быть, когда из них мы научаемся евангельской истине? Но неправое толкование, прибавление, вот что басня. Слушай, что следует дальше. Видишь, что называют баснями? Заповеди человеческие, как написано у Исаии, 29 глава, и в Евангелии, 15 глава от Матфея. Прочее, очевидно, также и наблюдение относительства яств, как видно из последующего. Титул 1, 15. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены им ум их и совесть. Толкование. Итак, не по природе свои чисты или нечисты яства, но по произволению вкушающих. Последние, будучи чисты и благочестивы, знают, что все чисто, как творение Божие, что один только грех нечист. Ибо если и закон считал нечто нечисто, так это было не бесцельно, но для обуздания невоздержанности, зная, что евреи без принуждения не повиновались бы ему, как чревоугодники. Конечно, если вкушающие будут чисты и благочестивы, то для таковых все будет чисто. Каким образом? Ибо если так рассуждать, то рыбы, пожирающие людей, и птицы, считающиеся чистыми, но питающиеся червями, должны бы казаться нечистыми. Поэтому нечистые мысли, направленные в дурную сторону, сама собой грязнит то, что по природе не таково. Видите как? Какие места? Нечистая мысль, направленная в дурную сторону. Вот отсюда и идет. Против. Все против. Подобным образом страдающий желудком думает, что яства неприятны. Хотя бы они и были приятны. И страдающим головокружением твердо стоящая земля, кажется, движущейся. Вот так. Такое подозрение зависит от его болезни. Это относится и к манихеям, так и к мархианитам, и ко вновь народившимися от них еретикам, у большинства называемых галатами. Титул 1, 16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Толкование. Видишь ли, что делает их нечистыми и мерзкими? То, что дела дурны и нечисты. Почему дурны, а не дурны? Дурны. Ну, может быть. Ибо поистине вера без дел мертва. Иакова 2, 17. Мертвы же внушают омерзение и ни к чему не годен. Титул 2, 1. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением. Толкование. Хотя бы они были неверующими и бесчестными людьми, ты все же делай свое дело. Не молчи. Хотя бы они и не принимали учения. Толкование. Титул 2, 2. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Толкование. Так как недостаток старости леность, медлительность и неудобоподвижность, поэтому говорит, чтобы были бдительны, то есть бодрствовали бы и были бы готовы на все должное. Да что недостаток старости какой? Леность, пенсия есть, медлительность, шаркает ногами, идет и неудобоподвижность. Это все действительно. Но ты на это не гляди. А что бодрствовал, готовый на все должное. И в старости сочные, плодовитые и свежие. Целомудренными называют здесь рассудительных, имеющих здравое состояние ума. Ибо и между старцами бывают люди неистовые, беснующиеся и безумные. Одни от вина, другие от молодушия. Заповедь о терпении особенно прилична старцам, по причине их вспыльчивости и раздражительности. Потому что считают командиром, тут командуют, дети молодые, подрастают. А уже давно все вперед шагнуло. Титу 2.3 Чтобы в старице также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянством, учили добру. Толкование. Говорит о старицах, которые по внешнему виду и по одежде должны казаться приличными. Некоторые, впрочем, думают, что здесь речь о диаконисах, от которых апостол требует, чтобы они по самому одеянию казались благоприличными, то есть отвечающим их священному ослужению. Так как в старости человек охлаждается, то является расположение к вину, а затем, не будучи в состоянии удерживаться, как слабый, побеждается не от умеренного, а от большого потребления вина. А отсюда является склонность к клеветам. Ну, вино выпил, а клеветы-то откуда взялись-то? А дьявол говорит, лжец и клеветник. Ну, выпил вино, но еще особенно, клевета. Кажется, не связано, а ты поверь в это. Ему обязательно надо кого-то осудить и клеветать. А судить-то ничего не знает или лжет и оправдывает свой грех. Обязательно найдет себе какого-нибудь, кто оправдывает грех. Итак, как же, где тут, в другом месте. Говорит, а учить жене не позволяем. 1 Тимофея 2.12. Там он говорит о публичном учении в церкви, которое женам не дозволяется. А здесь об учении домашним, при том только жен младших. Что это говорит апостол? Слушай далее. Титут 24. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Толкование. И своих только дочерей. А вообще всех юных по возрасту. Каждая старшая пусть вразумляет младшую. Это все на весь мир. Сейчас мне сколько делать замещаний. Возьми лучше платочек. И говорит, вот на такой минуте, посмотрите их там, щихает, шлепает что-то. Сколько замещаний сделали? Сегодня опять ночью замещаний. Я уж сколько тебе говорил. И прежде всего важнейшему домашнему благу любить мужа. Когда это налицо, и остальное последует, и остальное последует. Порядок в доме и изобилие в имуществе. Когда же этого нет, то хотя бы и все было. Все утечет. Кто любит корень, то есть отца, тем более полюбит и плоды, то есть детей. Титут 2.5 Любя мужа, она заботится и о доме, не будучи занята украшениями, ни роскошью, ни безвременными расходами. И кому еще другому будет нравиться расподравившееся возлюбленному? Смотри, как Павел, отвлекающий прежде житейских забот, теперь прилагает великое старание о делах домашних. Потому что, когда в хорошем состоянии находятся эти дела, хороши будут и духовные. Видишь ли, что он преимущественно заботится о проповеди, а не о мирских делах? Если верующая жена, живущая с неверующим мужем, недобродетельна, то хула переносится на веру. Титут 2.6 Юношей также увещевая быть целомудренными, толкование. Старших оставил учителями для младших, женщин для женщин, а юношей, самого тита, мужа для мужей, везде соблюдают благоприличия. Чему же их наставлять и вразумлять? Быть целомудренными, ибо в молодом возрасте больше всего причиняет вред огонь постыдных удовольствий, который должен погашать и стараться быть целомудренным. Все.